повторяю еще раз я очень люблю говорить какой я несчастный но таковым я ни в коей мере не являюсь я не являюсь ни несчастным не брошенным не так а вот по поводу нищеброда вот тут вот как раз есть что интересного сказать я вообще-то нищеброд самый отъявленный у меня уже фактически одна пара летней обуви осталась одна пара зимний и это у меня гаоши не есть возможность купить но я не заботиться своей одежде никак вообще то есть я исповедую следующее короче а сейчас это не не к тому что не к тому что не щебот нет тут я как раз именно к тому что богатые западные люди одеваются очень скромные обычно вот это водолазка блин я забыл apple основатель apple как его зовут стива джобса да вот это классно вот что классно то классно да блин куда-то рванул ну правильно делаешь с людьми надо быть осторожнее давай давай беги я вот тоже я точно так же себя веду не подходи близко не знаешь что ждать от этой якобы умной твари по названию человек вот поэтому вот и ну конечно я так вот пациенту москвы ходить не буду в галошах но что это уже будет как-то вызывающая к эпатажу я отношусь равнодушным хотя иногда его использую в принципе равнодушно отношусь вот к чему все к тому что да вот что еще давно хотел сказать я всегда всю свою жизнь ощущая себя немного иностранцем по причине своих музыкальных вкусов я всегда был один в этих вкусах хотя знаешь перед сам уже отъездом с моей советской 116 королей это уже был 2000 год мы уже начинали сидеть на скамейке с чипсами уже типа давай не в мячик а давай сходим до магазина все это уже начиналось и я даже подарил своим у меня сложилась компания прекрасных мальчуганов одного зовут зовут андрей облинов мне кажется его фамилия облинов 2 руслан в русле к кстати осталась моя кассета по моему с маской маской призрак чарли мне кажется у него у меня была видеокассета и на него и маской призрак чарли фильмы потом я уже нашел призрак чарли кстати забытый довольно таки фильм есть фильм ангелы чарли это не то вот призрак чарли про то как он скелет конкрестадора в музее его папаша откопал выставил в музее что является над ругательством над памятью человека и призрак к нему является добрый призрак к мальчику чтобы просто мальчик посодействовал чтобы захоронили кости да слушай мы отклонились блин от чего я собственно начинал то блин давай назад отматывай теперь так сначала водолазка потом западный человек который до который одевается скромно да 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 пусть мышь вы и я безусловно западный человек вот если мне скажут выбирать безусловно выберу запад причем где-нибудь даже по севернее я бы что-нибудь такое норвежско-шведское бы выбирал финское безусловно у меня культ великобритании и всегда я ощущал иностранцем поп своим музыкальным вкусом первую очередь но я повторяю в самом конце своего детства в самом конце я подарил диск вот по моему не то руслику не той андрею может быть им обоим из пошли в студии сфинкс я там купил сборник классических рок-н-ролл тогда этот очень оценил продавец ну потому что еще мы выглядели выглядели не малолетками он нам только мне столько исполнялось 14 но моим друзьям там тоже около того 13 где-то лет было он так с уважением то то что вешкороле 13 летний мальчик покупает чака бери там до классический американский рок-н-ролл всем он это оценил но это у меня не первый раз такой был взрослый это ценят на дети никто это не слушал то есть я был один со своими музыкальными вкусами которые полностью западные ну да и принципе как я сейчас понимаю что я индивидуалист я склонен к интеллектуальности в общем эту интеллектуальность проповедую и как говорится все это определенно не восток так уж меня простить ну это же не экстремизм вроде бы вроде бы франция германия великобритания еще не признаны у нас террористическими государствами насколько я знаю так что говорить можно правильно но впрочем я думаю что я не удивлюсь если скажу что запрещено слушать рок-н-ролл поскольку это он американского происхождения ну тогда как говорится я поздравляю всех с опусканием на днище на самое позорное днище ну так вот ну и в общем смотри вот такие короче пироги получаются по поводу пирогов один раз в жизни я пробовал настоящие деревенские пироги у себя в савкином поле это был один раз этот один раз как всегда про мелькнул мимо я же говорю что мы ощущаем что то что мы проживаем так как бы если мы рвали цветочки пока едем на поезде вот использовать поезд идет так не спеша километров от 10 километров в час до 40 километров в час и мы вот так вот срываем цветочки на ходу и не успеваем ничего не прочувствовать ничего остановить момент кстати говоря легче остановить поезд чем остановить момент поезд рукой остановить чем остановить момент ну так вот деревенские пироги до савкином поле мой быстроногий друг саша саша имя которого встречалась моей жизни неоднократно про это кстати мы будем еще разбираться его мама или бабушка в печи в такой большой русской печи пироги очень были вкусный ум отъешь один раз попробовал год я думаю был 1998 ну так вот кем я являюсь по поводу нищебродства ну смотри у меня же никаких доходов нет так я вообще не люблю соусочетание места работы у меня почему-то на него просто аллергии мне даже кажется что я скверняю собственные уста когда произношу это соусочетание места работы ну так вот это ну кстати она и не было в полном смысле местом работы это же все творческие круги камерный оркестрик в котором я содержался с 15 по 17 год а до этого был большой симфонический оркестр который с 13 по 15 вот 17 года я нигде не числюсь доходов у меня нет с тех пор но нету и трат я как это сказано большом любовском ты видишь чтобы у меня было кольцо на пальце или стульчак даже у туалета поднят в общем я нет ни жены ни детей и я абсолютно этим доволен абсолютно ну что меня абсолютно еще молодой возраст это абсолютно счет меня никуда не уйдет это даме надо поскорее родить первого во всяком случае и надо родить до 40 лет потом будет сложнее во всяком случае первого надо родить мне с этим спешить некуда и до достаточно много боли я пережил от того что тормозил этот процесс своих дам у своей дамы вернее с большой буквы каждый раз все упиралось в рождение ребенка и как говорится поскольку поскольку сема сам еще ребенок то в общем это все саботировалась и потом а потом все мы едва не умирает от того что его выбросили на улицу как прокладку но при этом при всем я крайне ценю свое нынешнее положение она дает мне огромные возможности эти огромные возможности я бы использовал то есть я их не использую это будет вообще преступление так что следите за мной если что напишите что чмо если они используете огромные возможности что у меня есть сейчас